Кисицки Иди сюда Ой, малышка Ой, страшно Я врач? Я не врач далеко Врач, чтобы идем по скотине Я сказала, что я ее нашел тогда В багажник какой-нибудь ее ученик Для меня она на сервизор У меня своих это четвертый У меня 10 Ну давайте я на обратном пути Сейчас собак домой заведу Разберусь Добрый день, мои дорогие Как вы видели, я сейчас снимала небольшой фрагмент Я сейчас ходила рано утром Мы выходим с собаками гулять И мы проходили мимо наших соседей Дальних соседей И она говорит, не от тебя прибежала к нам кошечка У них постоянно подкидывают И постоянно туда-туда подкидывают Они постоянно вывозят этих животных И я там нашла и бусю, и пусю в том крае Многих животных я там нашла, которых пристраивала Потому что их выкидывают туда Благо сейчас тепло стало И штуки 3-4 У нас постоянно находится на улице И ночью у нас тепло И там спят, как бы домой не хотят приходить Мы их там кормим прям Ну бывает приходят домой Но так как уже тепло Мы сейчас на улице сделаем местечко Пока будем обустраивать наш сарай Хорошее помещение для животных в коте дом Пока не будут на передержке Я не знаю, где-нибудь из хоз дворов Но мы уже подходим Конечно, таких котят в таком ужасном состоянии у меня были крайне редкие Вон, без глаза Нет, нет, сейчас я возьму Вот она Подождите, подождите Кисечкина Иди сюда Давай, малышка Давай Я стала вызывать Ага Так Все, ну мы будем Буду ветеринара вызывать уже, лечить Да, ладно А что я буду, что я в ветеринар А что с ней делать? Поглядишь там Я не умею Я же не ветеринар Ну ты ж училась Я училась Мы проходили первый год среднюю школу Подождите, как это Она либо под этим лазала Не буду тебя ругать Давно она у вас вообще? Два дня Два дня Два дня Пацаны и шли оттуда, говорят, тетя Я так и подумала, что она от тебя бегала Вот тетя, она за нами ввязалась Ну от меня обычно они не убегают Потому что у меня кошкам хорошо Они от меня не убегают А может я его кину Ой, что Если у человека какие-то проблемы со здоровьем Его ж не убивают Ну, да правда Ты мой маленькая Господи Ну, не знаю Все будет нормально Все будет нормально Бедняжечка Ой-ой-ой-ой Страшно Не переживай Все у тебя Сейчас ветеринар когда придет Сделаем Теперь будет все хорошо Я не могу смотреть на этот глаз Походу его выдавливали Выковыривали Я не знаю Так, она говорит, парнишки какие-то, мальчишки шли И он за ними увязался Ну, выкинули Ну, выкинули А как по-другому? Ну, слава богу Они ее не вывезли Не убили Ой Она мурлыкает Она мурлыкает В принципе, в целом Если не смотреть на глаз То здоровенькая такая кошечка Да Походу с глазом Мне что-то сделали Вот Сейчас мы определим ее У нас кошки Несколько штук на улице И мы ее туда там В солому У нас теплая солома Там Еду в воду рядом поставим Ничего Ну, это лучше, чем ее Они убьют или вывезут А вывезут это Есть убьют Не плакай, девочки Я не знаю Даже девочка Это лимачик Ты кто? Я не могу на это смотреть Вы пришли знакомиться С новой девочкой? Да? Конечно, условия Не прям лучше всех Но здесь у нас навес Мы здесь сено раньше держали Сейчас мама принесет еду Представляете, сколько боли он пережил Это, по-моему, мальчик Мам, несешь еду, да? Спи Здесь тепло будет Здесь тебя никто не захочет Утопить, убить Ой, он еще в клещах Не бойся, не бойся Нет, собаку отсюда надо выгнать Бусине Это не еда Вы уже должны привыкнуть Посмотрите, они меня окружили Джека убираем Джек, пошли Мам, а может воду тоже? Она же не пила Дай Надо, чтобы она не убежала Это консервы На, кушай Ой, какая голодная Ну, будет пока жить Вот у нас, понимаете, здесь крыша Да? Здесь мы сено держали Мы раньше держали коров Здесь, конечно, балки сейчас Но вот, по крайней мере Ну, будет жить здесь Сейчас покажу Здесь такая тропиночка Можно выходить И здесь много сено Будет очень тепло Так у тебя въело сюда Здесь я поставила шифер Типа домиком будет Бусине Свалила отсюда Здесь тоже какое-то место Если захочет, тут спрячется Тут везде сено Ну, как закрытое помещение, что ли Так, ты не убегай, Ольга, никуда Надеюсь, не убежит Надо просто собаку брать Знакомство, знакомство, да? Ну, да, если ее никто не будет обижать Вон у нас весла ушка Ты что там делаешь, женщина? Короче, вот если бы закрытое помещение у нас было Доведено до ума Ее бы по-хорошему закрыть Чтобы не убежала А здесь, если это открою Ой, сейчас падет Ну, блин, подвал жалко, мам Давай водичку Ого, а на тебе собака Такой большой миски пить? Ну, ты поставь там Ну, пусть здесь лежит Надо показать Ой, как она кушает до сих пор Это, по-моему, мальчик Короче, мы исправим глазик Ну, там, по возможности Может, ветеринар уберет Это безобразие Вот И будет уже красивше, конечно, котеночек И будет искать добрые ручки Но пока надо его восстанавливать Ну, что, мы пришли спустя два часа Кисечкин Ты не все поела? Кисечкин мой Девочкин мой Или мальчик ты мой Надо что-то делать Мурлыка Я только подошла Ты уже мурлыкаешь? Пойдем Врач пришел Покажем тебя Она и зрение Может, другой глазик И этот слух потерять Но пока не поздно Ну, будет без одного глазика Да, ничего страшного Так, ну, рассказываю Это и завтра будет операция Будем вытаскивать этот глаз Под наркозом Надо купить Что он сказал? Надо купить Мась Вишневского Потом зашьем глазик Ну, как бы, да Чтобы она там внутри была Завтра у нее будет операция А то убить хотели кошечку Если бы, как он говорит Сутки продержалась Можно было А тут уже все засохло Уже все Класс Только ампутации подлежит Укололи четырех кошечек От чесотки Я пойду еще доколю Остальных кошечек Ну что, будем купачить С этого котенка Не плакай, не плакай Все будет хорошо Вода теплая Беднязечкин Малышка Потому что она очень Ну, как бы, грязноватая Перед операцией, мне кажется Вроде можно искупать Потому что после операции Купать будет не в тему Потому что она будет Отходить от наркоза И так далее Вот Мы потихонечку Там врач сказала Ну, вы все слышали Если там оставить То гной прорвется И ухо пойдет И второй глаз пойдет Вообще Умереть Мозг Ой, такой худенький он Ну, я побоялась Он весь в репухах Я немножечко Сегодня покормила Ну, ага Будут операцию делать Нельзя Я думаю Ну, потом Операцию вечером Будут делать Можно покормить, да? Нет Вообще Желательно Двенадцать часов Не кормить Малышка Потерли чуть-чуть Я ей два-три кусочка Дала Сколько она перейдет Вон, смотрите Какая худенькая Врач сказал Ну, и вообще Написано Что Сейчас намылим ее Две минутки Подержим Чтобы лохи Поздыхали все Если они есть там Но у нас Скелетина Просто Вот здесь все Кости торчат Позвоночники Вот Щупает Посмотрите Она вроде Пушистая Не было Видно А тут Вообще Видно Что у нас Скелет Так что Сейчас мы ее Этот шампунь Оставим Будет чистенькая Чистенькая Девочка Посмотри Кто пришел Посмотри Кто пришел Снимай Мама Тебя Гать зовет Мам Говорит Мам Иди сюда Мам Вот так Он сидит Говорит Люди За что Вы меня так Говорит Почему Не стерилизуете Питомцев Почему Должны Рождаться Вот такие Несчастные Животные Которым Выдавливают Глаза Это еще Самое лучшее Что могли Сделать С ним Живодеры То есть Оставить Покое Пусть Если кто Сможет Пусть Поможет А нет Конечно Бы Довели Котенок Мальчик Так Не убегай У него Было Столько Репухов Облизывается Видите Я мокрая Я его когда Вытащила Уже С воды Он Так Мурлыкать Начал Так Мурлыкал Теперь Он Подсохнет Сейчас У нас Утром И вечером Ему Сделают Операцию Вынут Глаз Мы купили Мазь Вишневского Кусочек Мази Поставят Внутрь Уже Заложат И Ниточками Зашьют Чтобы Мазь Была Внутри А потом Ниточки Саморассасывающихся В любом случае Отрежем И глаз Ну просто Не будет Глаза И все Так В целом Котенок Будет Прекрасный Вы не Представьте Какой он Будет Прекрасный Вы Потом Увидите Вы мне Про Рыжего Говорили Когда я Только Начинала Свой блог Я тогда Подобрала Рыжего Котенка Который Который Был Облит Горючим Был Лысый Страшненький А теперь Посмотрите Какой он Стал Года Не прошло Представляете Какой этот Будет Котенок Даже Видно Не будет Что у него Нет Глазика Просто Будет Века Вот так Закрыто Поэтому Я его Даю В хорошей Ручке Но пока Предстоит Операция Реабилитация И все В таком Роде Вот Вы посмотрели Сейчас его Историю И будете Смотреть Дальше Можете Дать ему Имя Мне кажется Счастливчик Подходит Ну вы Посмотрите Какой еще Подойдет Он Чуть Чуть Высох Уже Высох Нет Полностью Да Беднячкин Мурлыка Какой Он Мурлыкает У нас Для котиков Такая Сушилка Для вещей Я сюда Ложу Дно Из нашей Переноски Мягкое На липучки И на батарею Получается Здесь тепло Здесь тепло И котика Которого Искупали И вообще Которому Холодно Да Буся Он тут Греется Получается Мы везде Тепло Вот так И мягко Будет все Хорошо Мы искупали Он высох Видите Он почти высох Только голова Чуть-чуть Мокрая Осталась Так он высох Мурлыкает Да До этого Я не говорила Чтоб слабонервные Ушли от экрана Но сейчас Я попрошу Слабонервных Уйти от экрана Пожалуйста Вообще Все видео Я наверное Назову Чтобы не для слабонервных Потому что Этот котенок Вот такой был Только что сделали операцию Вытащили 90% глаза Почему он такой опухший? Потому что туда Заложили мазь Вишневского С такой штучкой И зашили глаз Вот И я буду обрабатывать Колоть антибиотики Конечно Зрелище ужасное Я видела Когда открылось Глазное яблоко Там было видно Что чем-то острым Или чем-то Короче он был разорван Как будто Блин Ножом его туда Или чем-то Ну понятное дело Что может это не ножом Варианты такие Либо Мальчишки с рогатки Ему туда запуляли Или не рогатка Сейчас я не знаю Есть ли рогатки И возможно Из воздушки Стреляли И попали в глаз Возможно Он напоролся На Знаете Из шипы Там у цветка Есть Может он как-то Напоролся То есть тут понятно Что Скорее всего Постарался над этим человек А если бы Хозяева Родителя Вот этой кошечки Были немного Ответственными людьми И стерилизовали Своего питомца Раз им питомцы Эти не нужны Раз они не то Что не пристраивают Никому А он им вообще не нужен Даже если вы Пристраиваете кому-то Он им тоже Не нужен Не надо эти вещи делать Лишь бы Лишь бы Кому пристроить Мы не будем стерилизовать Мы не будем делать Операцию Которая от силы Час идет Лишь бы Лишь бы Кому пристроить И пусть что там Что будет с ним То будет Понимая что происходит Потом дальше С животными Вот такие случаи Это вообще нормальные случаи То есть Бывают похожие случаи Понимая что с ними Может происходить И не стерилизуя Я не знаю Это преступление какое-то Это просто преступление Что вы делаете Почему вы не можете стерилизовать один час один час и все оставшиеся 12-15 лет вашей кошки не надо не будет никаких таблеток давать чтобы она не гуляла ничего не надо будет делать кошка не будет мучиться того что она гуляет котята не будут мучиться от того что они никому не нужны и от того что они замерзают попадают под машину попадать в руки живодером кто-то их живьем закапывать кто-то их топит и мне бывают пишут если все стерилизуют что ты говоришь что ты гришь все стерилизует и не останется совсем кошек вы серьезно вы думаете все взяли и стерилизовали вы знаете что не плодятся как кролики у них они постоянно плодятся вы знаете сколько будет если не стерилизовать кошку сколько дню потом тысячи котят через несколько лет и они в геометрической прогрессии растут если вы завели себе котенка или собачонка. Стерилизуйте его, если вы не собираетесь заниматься бизнесом и продавать этих щенят. Мы пристроим, мы пристроим. Кому вы пристроите? Тем, кто тоже не стерилизует и кто будет выкидывать? Вы уверены за того человека, что он их не выкинет? Вы же не можете полностью знать незнакомого человека, которому вы отдаете животное по объявлению. У нас в городе очень много бездомных. И не только в моем городе. Мне ребята с многих городов рассказывают, что у них с бездомными животными происходит. Я была на юге Германии, была на севере. Нигде нету бездомных животных. Все потому, что люди ответственные и они их стерилизуют. Там нету на улице скитающихся котят, у которого вырваны глаза, раздолбана челюсть. У них дворняк продают. Еще поискать надо. И у них нет бездомных. Потому что люди ответственные, они стерилизуют, они понимают, что животное потом будет мучиться. А вы не понимаете. Те, кто не стерилизует, они не понимают. Вы на два шага вперед не смотрите. Вы даже не надо на два шага вперед смотреть. Вы посмотрите себе под ноги. Вы когда ходите, сколько бездомных. Я говорю про тех, кто живет в России, у кого есть эта проблема, актуальна. Казахстан и остальные. Украина. В Украине вообще там. Мне присылают подписчики. Там вообще ужас, что творится с бездомными. Короче, мы его укрыли. Пусть отходит. То он замерз от наркоза. Также мы стерилизовали еще одну кошечку. Вон она. Дышит? Да, дышит. Все хорошо. У нас всего лишь одна осталась нестерилизованная. Это не Варя, а весловушка. Вот она. Вот она осталась нестерилизованная. Ты моя зель эта. Ты такая красивая. В каком состоянии я тебя подобрала? Чудище ты наше. Сейчас посмотрит хозяйка этой. Ася. Ася ее зовут Аськи. Вот этой хозяйкой посмотрит и будет радоваться. Какая красивая у нас Асичка. Да? Ну она, правда, уже два дня гуляет. Коты за ней бегают. И она сама гуляет. Ну она еще маленькая, да? Ну короче, я пока буду следить за ними. Пока в зале останусь, посмотрю. Дышишь? Да, дышит. Буду за ними следить. В общем, как они оклемаются, мне надо будет сделать им укол антибиотиков и обрабатывать зеленкой и фукорцином. Ну короче, это зеленка, это муфукорцин. Я их переместила к себе в комнату возле теплой батареи. Это хотела выбраться ее колбасить, начала. Офигеться, как глаза переливаются. А это завтра поедет в Краснодарский край. Вот. И она пусть оклемывается в переносочке. Вот. А этот пока лежит. Дышишь? Да, дышит. А то испугалась. Он пока не отходит. Ну, ему потом позже взяли операцию. Котеночек оклемывается. И очень хотел кушать сегодня весь день. Просто ужасно. Вот он облизывает консервы, что мы ему довели. Я, конечно, сказала, что нужно жидкое, но мама принесла вот это. Надо уколоть его, обезболивающий. А он его все передергивает. Прям. Бедненький. У него огромный такой глаз, видите, зрачок расширенный. И сердце колотится. У меня такое чувство, что оно остановится. Бедненький. Кушать хочет. Он очень голодный. И скелетик один остался. А тот, кого я кормила... Офигеть, у него глаз. Офигеть. Он кушает. Он весь день так просил есть. Ему не добавлю. Я утром немножко. Это немножко. Он хотел нормально поесть. Прошли сутки. Глаз, как видите, он немножко... То есть был вообще огромный. Сейчас немножко подспал. Видите? Сейчас мы будем... Надо помазать будет фукорцином глазик. Он такой хорошенький. Он всю ночь со мной спал. Он же накупанный. А я утром просыпаюсь. Такая рукой вот так трогаю. Думаю, сейчас этот будет... Ну, живой или не живой. Трогаю, а он холодный. И не двигается. У меня чуть сердце не остановилось. Я щупала, щупала. Говорю, да ладно. У меня чуть сердце не остановилось. А потом я смотрю, он потягушки стал делать. Он может просто остыл за ночь. Я не знаю. Он оказался живой. Сейчас мы намажем фукорцином его. А кошку, которую стерилизовали, куда-то сбежала, пока мы ездили в другой город пристраивать котенка. Я ее покормила, спать уложила. Она, походу, на улицу сбежала. Она там любит находиться. Что-то на голове у нее, походу, не знаю, что с головой сделали. Она какая-то не отмывается. Я вроде шампунем вчера делала. Ну, не этот... Давай, там ушные палочки есть и фукорцинчиком. Сейчас мы обработаем ранку, да? Я даже не знаю, как это... Нет, это надо в адном этим... Чуть не вылилось. Мне кажется, он сейчас будет брыкаться. Малышик, ну врач сказал, надо делать. Я потихонечку, малыш. Я чуть-чуть, вот слабенькая. Ей-богу, успокойся. Моя лапка уже. Ой-ой-ой, как... Фукай. Так, фукорцин он мне не щипет. Там нет спирта. Один стежок остался. Ты не разговаривай, давай быстренько. Он на меня так смотрит. Скажи спасибо, что два глазика у тебя. Еще глазик остался. Надо сказать спасибо. Что ты можешь здесь видеть. Божечки, божечки, божечки. Я тебе уже успела тысячу раз подумать, что ты умерла. Божечки, ты живая моя. Девочка такая, я не могу на тебя насмотреться. Ты как? Ты откуда появилась, девочка моя? Я подумала, что тебя больше нет. Даже если я сейчас скажу это маме, она офигеет. Пойдем маму обрадуем с утра. Мы ее вчера так искали. Я уже не стала никакие видео снимать. Я уже вчера просто в истерике была, потому что я нашла вчера двух мертвых кошек, которые у нас погибли отчемки в прошлом году. Они пропали. Я вчера ее искала, не нашла. А тех кошек нашла. А ветеринар мне сказал, проголодается придет. А я не поверила. Я говорю, нет, погибло уже все. Она такая слабенькая была. На улице холодно, она нашлась. Божечки, как я рада, капец. Будем в реакцию мамы, заснимем. Я в шоке. Не тискай сильно. Ты в шоке? Она холодненькая с червы. Мурлыкает. Я в шоке, если честно. Да, я же подумала, что она умерла. Как она пришла? Я ночью вставала. Я ночью просыпалась, шла, как искала везде. А в внутрятник шла. Я по ночам проснулась и побежала. Тут утро настает, слышу петухи кричат. Как будто, знаешь, когда там хищники есть. А что ты на пижаму надела халат? Холодно было? Я выходила на улицу. А, я решила не снимать. А, замерзла. Короче, мам, только аккуратненько, животик. Я утром просыпаюсь в 6 утра сейчас. И побежала такая в курятник. Там куры кричат. Обычно они кричат, когда там хищники, кошки какие-то есть. Везде кис-кискала. Опять все обошла. Сарай все обошла. Пришла домой. Сейчас иду, а там рыжий кот. Рыжий кот на порожке стоит. Соседский. Я такая открываю дверь. Хочу сказать, кис-кыс, иди сюда. Ну, может, там пристрою тебя. А он дикий. И рядом возле двери. Я открываю и вижу, что возле обуви она сидит. И такая, мяу. Типа, запускай. Я в шоке. Где это чудо пряталось? Я не знаю. Теперь мручит. Ее покормить надо. Сейчас уколоть надо. Вчера не укололи. И шов обработать зеленкой. Боже. Я не верю, что я верю. Я вчера вечером вышла, мяу, мяу, кис-кис-кис-кис-кис. Слышу, мяу кто-то. Вчера весь день она лежала на батарее. А сейчас она окремалась. Я знаю, что после стерилизации, если все хорошо прошло, и она даже поела, то там уже должно все хорошо дальше пойти. То есть она не должна погибли. Смотри, как обтирается об маму. Смотри, как обтирается. Хочешь, чтобы ее погладили. А ну, не гладь, не гладь, не гладь. Сейчас будет лезть к маме. Ты посмотри на нее, а, какая ласковая. Она сама научилась облизываться. Пуська же не облизывается. Я тоже не люблю, когда она облизывается. Я не люблю, пусть она когда-то облизывается. Пойдем кормить, колоть, обрабатывать. Смотри, как она тебя просит, чтобы ты погладила ее. На нее, на нее. Я не верила, что она найдется. Она голодная. Ну, вместо этого попала, потому что я еще с антибиотик колола наорала, потому что она помнит, что болючий укол, анестезию. И этот зеленку намазала шов. Ну, ладно, она просто была голодная и пришла. Так, дорогие друзья, прошло два дня. Глаз у него подспал. Правда, он там кровит и гноит, или что, непонятно. Но уже нету такого шишки, помните? Сейчас придет ветеринар и будет снимать швы. Правда, как, я не знаю, потому что он даже не дает отрагиваться ушной палочкой, чтобы я вытерла то, что там сукровица. Он даже этого не дает. Он просто как сумасшедший. Так что посмотрим, как справиться с этим ветеринар. Что будет? У меня такое чувство, что нужно опять в наркоз водить и снимать. Ну, посмотрим. Уже, конечно, состояние лучше, чем было. Так что буду показывать потом после. Та-дам! У него прекрасный глазик. Только отойдет этот швов века порвано. А смотрите, ничего не выпирает. Какая красота! Он столько обрабатывал, столько обрабатывал. Сказал мне два раза в день обрабатывать. И сегодня антибиотик в последний раз уколе. Мы будем все, больше антибиотики не нужны. Какая красота! Что было в начале и что сейчас? Смотрите, ничего не выпирает. Смотрите, как обычный глазик. Тебе зимой, ребеночек! Тебе убить захотелись, тоже ты одноглазый. Сказал, а я еще вылечусь и найду себе самые прекрасные ручки. Стану красивым-красивым. Не то, что сейчас, а вообще красивым стану. Будут все скользят меня без ума. Да? И найду свои ручки. Именно свои. Вот искупали вроде. У него как будто шерсть грязная. В общем, все отлично. Посмотрите. Тебозимой, он столько боли перетерпел. У меня аж плохо было. Я аж глаза закрыла, пока швы снимали. Так, вечерний укол. Глаз у него опух. Под этот закрылся. Ну, вот видите, да, там отек теперь небольшой, потому что он испытывал очень-очень-очень большие боли, когда ему выдирали нитки. Я сама чуть не этот... Мне же так плохо было. По-другому нельзя было. Все, теперь я колю ему антибиотики, и ему все. Это будет последний антибиотик для него. Третий. Как себя чувствует на утро, мой малышик? Глазик просто слипся, да? Ну, вчера была хуже отечность. Да, вот века уже зарастает. Приходилось за века зашивать. А что делать? Да. Чтобы там осталась мазь весневского, приходилось засевать. Ну, теперь сейчас будет все зарастать. Будет все хорошо, да? У нас уже нету вот такого бинокля, который торчит там. Бедненький. Он даже в туалет может в лоток ходить. Я на него смотрю, думаю, боже, его прибить хотели. А он такой умничка и в туалет в лоток ходит. Ты закончишь когда-нибудь? А то я думала, камеру не успею включить. А ты все никак. Так, ну что, сколько прошло времени? Котенок полностью восстановился. Глаз больше не гноится. Все прекрасно. От фукурцина только остался след. Ласковый-приласковый котеночек, да? Ты чудо чудесное. Ну, естественно, дома живет. Да, глязик еще болит. Глязик еще чуть-чуть болит, да? Естественно, мы после операции больше на улицу его не отправили. Но мы пристроили тоже много. Четырех же я пристроила. Поэтому их меньше стало у меня. Поэтому почему бы и не посидеть дома, да? И, пожалуй, закончу я эту историю на обращении к вам. У меня к вам большая просьба, ребят. Если вам приглянулся этот чудесный котенок, возьмите его к себе в хорошие ручки. Он сейчас будет очень искать. Он уже ищет хорошие ручки. И я сомневаюсь, что в моем городе я смогу пристроить. Потому что в моем городе я даже не могу пристроить полноценных двухглазых котят, да? Как бы могу, но ручки не обязательно будут хорошие. То есть, чтобы прям были хорошие ручки, пристроить сложно. Поэтому этот котенок очень ищет ручки и очень надеется, что его заберет кто-то из моих зрителей. Очень игривый, ребят. Очень игривый, ласковый такой. Вот сейчас тут сидит и смотрит на Васи, говорит, ребятушки, я такую школу жизни прошел. Хватит мне мучиться, скажи, да? Заберите меня, пожалуйста. Поэтому, ребят, вся надежда на вас, кто желательно с Ставропольского края, с Краснодарского края, ну, Москва можно еще. Заберите этого котеночка, пожалуйста. Ростовская область тоже. Он очень будет ждать вас. Возможно, это ваш котенок. Он будет любить вас больше жизни, ведь он пережил такие мучения, и он будет это помнить, и будет очень предан вам. Всем пока. Вот так будет с вами лежать, балдеть. Он так мужлыкает. Мальчик, все хорошо, здоровье. Руки, ноги есть, точнее, лапы есть. Все есть. Так что давайте, ребят, забирайте. Забирайте, малыша. Субтитры сделал DimaTorzok